Военнослужащие из запаса начали приходить в военкомат. Сегодня о популярности этого места можно судить по заполненной парковке. Здесь мужчинам вручают повестки и просят явиться в пункт сбора. В Губкинском, как и по всей России, началась частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным. «Для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации». Повторю, речь идёт именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Наряду с мобилизованными в Губкинском есть и добровольцы. Одними из первых на защиту Родины отправится казачья дружина в составе 11 человек. «Казаки всегда были небезучастны к своей Родине, к своим традициям. И как главнокомандующий, когда дал приказ на мобилизацию, мы сразу собрали сход и решили идти тоже защищать свою Родину. Свои семьи, своих детей. Казаку стыдно не защищать свою Родину». Во время обращения президент подчеркнул, резервистов приравняют к военнослужащим по контракту. Кроме того, каждый ушедший на службу ямалец единовременно получит 300 тысяч рублей. Всех не призывают. Перечень тех, кто не подлежит призыву, определён буквой закона. Временно негодные по здоровью, ухаживающие за родственниками-инвалидами, отцы четырёх и более детей, сыновья многодетных, матерей-одиночек. На рабочих местах остаются сотрудники оборонки и IT-сферы. Отсрочка предоставляется и студентам. В первую очередь для выполнения необходимых задач мобилизуют рядовых, сержантов, мичманов, офицеров, имеющих боевой опыт. «Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом, как таковой очередности призыва граждан, прибывающих в запасе, не установлены. Но, тем не менее, приоритет отдаётся гражданам, имеющих подходящую военную учётную специальность. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса боевого опыта». Все призываемые пройдут военно-медицинскую комиссию. Задача – явиться по адресу, указанному в повестке. При себе необходимо иметь документы, продукты на двое суток, туалетные принадлежности, сменное бельё и комплект одноразовой посуды. Запрещено приносить скоропортящиеся продукты, колющие и режущие предметы, спиртное, игральные карты и лекарства. Напомним, по всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией в Губкинском, можно обращаться по номеру 8 904 455 22 05 с 8.30 до 19 часов или на горячую линию 122. Также вся информация доступна на сайте объясняем.рф. Зинаи Дейсаева, Елена Канина, Денис Вильков. Новости Губкинского.